МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Ребята, самое время начинать наш первый конкурс. Тема его – это правила поведения с незнакомыми людьми. Условия первого конкурса вы уже знаете. Я загадываю вам загадку. Мы играем с вами в загадочное лото. Магнитик ставите на нужную картинку-отгадку. Кто справится быстрее, фишка за правильный ответ тоже фишка. Все понятно? Тогда каждый к своей доске направляйтесь. Итак, ребята, слушаем внимательно первую загадку. Не забывайте, что этот конкурс на скорость. Весь я сделан из железа. У меня ни ног, ни рук. Я по шляпку в доску влезу, и по мне все тук-дотук. Ну, прям молодцы, прям вот этот стук. Одновременно я услышала. Молодцы, ребята, каждому по две фишки я кладу. В коробочке. Правильный ответ. И быстрый. Быстрый. Мне понравилось, что вы очень быстро среагировали. Поэтому я на скорость каждому из вас. Зимой в часы веселья вешу на яркой еле. Я стреляю, точно пушка. Зовут меня? Молодцы. Опять вместе. Опять быстро. Ну, не могу я не дать каждому из вас по две фишки. Ну, вот хоть ты что хочешь делай. И быстро, и правильно. Молодцы, ребята. Третья загадка. Слушаем. Голова огнем пылает. Тело тает и сгорает. Я полезной быть хочу. Лампы нет. Я посвечу. Эй. Так. Вау. Ответил правильно. Это свеча. Правильный ответ. И быстрые две фишки. Оп. Последняя загадка. Слушаем внимательно. Четыре синих солнца у бабушки на кухне. Четыре синих солнца горели и потухли. Поспели щи, шипят блины. До завтра солнце не нужны. Отгадываем. Ну, дети. Четыре солнца. Про какие четыре солнца шла речь? Так, все. Мы ничего уже не меняем. Ребята, отгадали неправильно. Это не печь. Это газовая плита. Четыре конфорки. Так, все. Присели. Здесь никому не даю фишечку. И считаем, сколько заработали в первом конкурсе. Вов? Сейчас. Четыре. Камил, у тебя четыре, у тебя Вов? Шесть. 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 Четыре, шесть. Так, ребятушки, давайте посчитаем, сколько в первом конкурсе удалось заработать. Считаем. Ты уже посчитал? Точно шесть. Так, верно. Камил, у тебя? Четыре. Молодцы. Шесть, четыре. Ну что ж, ребят, сейчас самое время встретиться с нашим старым знакомым дядей Виталий. Внимание на экран. Ребята, здравствуйте. 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 Сегодня наша третья встреча. И вы уже, наверное, успели запомнить и как меня зовут, и где я работаю. Поэтому эта информация для наших маленьких телезрителей. Меня зовут дядя Виталий, и я работаю в милиции. Тема нашего разговора сегодня – ужасно интересно все то, что неизвестно. Это слова из очень популярной детской песенки. А вам хочу рассказать, что все то, что неизвестно, не только интересно, но и опасно. Например, вы нашли на улице или в автобусе пакет или коробку из-под обуви. И она без хозяина, то есть бесхозная. Что вы будете делать? Ребят, ну что, как действовать в такой ситуации? Камил. Сообщить водителям и позвонить и в милицию, и в МЧС. Так. Вова, ты как считаешь? Сообщить о таких вещах. В вещах? В вещах всем. Так, да. Всем и объявить то, что там есть всякая вещица без своего хозяина, и ее не трогать. Правильно. Найдете подобную вещь. Да, молчать ни в коем случае нельзя. Нужно дать знать, что ты заметил такой предмет. Слушаем дальше. Теперь я вам расскажу, какие предметы могут быть особенно подозрительными. Запоминайте. Это портфели, сумки, коробки, провода, антенны на любом из этих предметов. Особенно, если внутри раздаются какие-то звуки, похожие на тиканье часов. Ребята, если это случилось с вами, немедленно нужно рассказать об обнаруженном подозрительном предмете родителям, знакомым, взрослым людям. Если вы знаете телефоны специальных служб, помощников, позвоните по номерам 101, 102, 112. Нужно держаться подальше от обнаруженного предмета. Не трогать его руками, не подпускать к нему своих друзей. Третье. Будьте умными и не поддавайтесь на уговоры друзей узнать о находке побольше, даже если они смеются над вами и говорят, что вы трусишка. А когда придут взрослые или приедут люди в форме, надо просто указать им место нахождения подозрительного предмета. На сегодня это все. Я желаю вам безопасности в жизни и победы в игре. Ну что же, ребята, на сегодня у нас осталось с вами еще одно испытание, которое мы с вами должны пройти. Последняя возможность на сегодня заработать фишки. Постарайтесь, потому что завтра уже финал. Так, ребят, у нас с вами на столе есть картинки. Все они имеют отношение к безопасности. Итак, ребят, сейчас каждый из вас выберите, что вам понравилось, две карточки. Выберите сначала, я вам объясню потом. Все, выбрали? Ребят, сейчас каждый из вас должен объяснить, чем может быть опасно то, что изображено на этих картинках. За каждый правильный ответ две фишки, за полный ответ две фишки. Ну, если вдруг не полно ответили, одна фишка, а если не смогли ответить, то ничего не получится. Так что на ваш выбор. Кто начнет первый? Так, вдвоем хотят, значит, определим методом жеребенки. Кто же начнет первый? Выбираем. Камила начнет первая. Камилочка, какую картинку? Покажи мне, что ты там, какую будешь первую объяснять. Вот это. Так, расскажи, что на ней изображено. На ней изображено мальчик и девочка, которые хотят есть таблетки. Это неправильно, потому что если есть таблетки, и тем более без присмотра родителей, и когда вам врач их не назначил, то тогда их есть нельзя, потому что из-за этого лучше не оставить, наоборот, может стать хуже. Какая ты умничка, молодец, очень полный ответ, правильный. Поэтому две фишки, держи, моя хорошая. Так, две, две. Так, ну давайте по очереди, пускай сейчас Вова, давай одну из своих картинок ты объясни. Ну, значит, вот эта вот картинка, на ней все неправильно, поскольку... Что изображено сначала, расскажи, Вов, чтобы телезрители тоже знали. Там изображен маленький мальчик или девочка, которые... Покажи нашим телезрителям. Которые суют в розетку всякие какие-то... Острые предметы, да? Вов, можно так делать? Нет, поскольку ток, он очень смертелен для жизни, и он может пойти от любого предмета к тому, кто его держит. Если будет очень большой ток, то человек может умереть от этого тока, и ничто его уже не спасет. Какой молодец, тоже очень полный ответ. Держи тоже свои две фишечки, кладу тебе в коробку. Камил, ты свою вторую ситуацию, что на ней изображено, и чем может быть опасно? Тут изображен мальчик и девочка, которые взяли спички. Это неправильно, потому что спички без присмотра и без спроса родителей брать нельзя. Потому что может случиться большой пожар, и из-за этого может построять не только дети, но и окружающие соседи, и кто мимо шел. Правильно, Камила, молодец, очень полный ответ. Умничка, держи. Вов, ну и твоя картинка, что изображено? Ну, на этой картинке изображен младший брат и старший братик, и они хотят зажечь новогоднюю елку. Но они, наоборот, сделали... Не зажечь елку, а гонки на елке, наверное, да? Они сделали все только хуже. То же самое. Там очень большое замыкание. Они неправильно как бы вставили вот эту вот вилочку в розетку, потому что можно, если там что-нибудь в розетке сломать вилочкой, то, значит, по вот этим вот проводам помчится огонь, и потом это все распространится на елку. Потом будет большой взрыв, и тогда тоже могут быть очень большие раны, и... И очень... И может кто-нибудь пострадать. Ребята, Вова, ты молодец, ответил все правильно. Я думаю, знаете, что вы, наверное, у своих учителей в школе любимые ученики, потому что такие полные правильные ответы – это всегда на вес золота. Молодцы, ребята, очень вы хорошо отвечаете. Держи. Спасибо. Ребятушки, ну что, на сегодня наши все испытания закончились, все, что я для вас подготовила. Давайте посчитаем, сколько сегодня удалось заработать. Суммируем за предыдущие два дня, и сколько? Выведем счет за три дня удалось заработать. Десять. Десять сегодня. Вовочка, а было у тебя 23 плюс 10, и того 33. Вова, Камила, ты сегодня сколько? Восемь. Восемь. Было 23 плюс 8 – 31. На две фишечки меньше, чем у Вовы. Ну, эта разница совсем небольшая. Завтра у нас, ребята, финал. Там наши ставки вырастут, возможность заработать больше фишек возрастет, увеличится. Вот, поэтому готовьтесь. Честно говоря, мне, например, сложно сейчас пока сказать, кто завтра выиграет. Пока будем ждать завтрашнего дня. И посмотрим, кто же, наконец, выиграет. Так что готовьтесь. Ребята, до встречи в нашей стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова